Здравствуйте, дорогие теледрители! Есть такое мнение, что медиа — это четвертая власть. И сегодня у нас в гостях сидит ярчарший представитель этой власти, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Григорьевич Толчинский. Уважаемый Леонид Григорьевич, скоро 29 апреля, если я не ошибаюсь, будет исполниться три года, как вы взяли в руки бразды правления директора высшей школы журналистики. Вроде бы маленький срок, что три года, но сделано, наверное, многое. Что бы вы хотели рассказать про эти три года? Что сделано? Во-первых, спасибо за ярчайшего представителя. Это, конечно, такой обязывающий во многом комплимент. Спасибо. Да, действительно, 26 апреля, я очень хорошо запомнил день рождения Тукайя. Три года назад действительно это состоялось. Но о том, что сделано за три года, надо три года и рассказывать. Потому что там каждый день происходило какое-то событие большое, маленькое, которое потом как-то собиралось в некую тенденцию, в некий тренд, в некие успехи или неудачи. Поэтому все достойно внимания. Если самыми общими там, что называется, через Дефиску, ну, вот, очень общего, удалось, с моей точки зрения, нам актуализировать дискуссию, как и внутри университетского сообщества, так и вот в целом, значит, профессиональной среде относительно качества, цели, задач медийного образования. Удалось значительные сделать подвижки в сторону придания ему большей практикой ориентированности, о которой всегда все говорили, всегда все с этим согласны. Но это же надо делать вообще. К этому надо как-то двигаться. И понятно, что за три года система достаточно консервативная, образовательная. Нам, медийщикам, очень тяжело в ней, да, потому что мы хотим изменений быстро, вот, и понимаем, что реально можно быстро, наверное, и сделать. Но, учитывая необходимость выполнения массы процедур, массы формальности, которые на самом деле и гарантируют, в том числе, во многом, качество образовательного процесса, приходится терпеть. То есть время определенное проходит, прежде чем каждый следующий шаг завершается тем или иным решением, тем или иным, вот опять же, успехом или неудачей. Ну вот первое я сказал. Второе, это... Первое и второе. Первое, это обратить внимание. Второе, это то, что связано с практикоориентированной составляющей. Нам удалось структурно перестроить высшую школу журналистики, то есть несколько изменить ее структуру, сделав ее более современной, более адаптивной к тому, что происходит реально сегодня в медиапространстве. Телевидение за этот период стало у нас отдельным, самостоятельным направлением, уже и магистратуре тоже, на уровне подготовки магистрантов. Значит, мы видим определенный результат уже вот в том направлении, которое оно чуть раньше началось, чем три года назад. Это подготовка специалистов в области медиакоммуникаций. Нам удалось существенно скорректировать учебные планы, программы подготовки по направлениям, сделав их более современными, убрав совсем архаичные какие-то, уже устаревшие, неактуальные курсы, заменив их даже не более современными, а те, которые еще будут востребованы через некоторое время, то есть заглядывая вперед, делалась соответствующая работа. Мне кажется, что удалось найти больше понимания в коллективе, то есть то, что называется консолидация, потому что чего бы ты не хотел сделать, это не получится, если тебя не понимают твои коллеги, как внутри, так и вовне. Очевидно, это будет правильно сказать, находясь, тем более здесь, на площадке Универ ТВ, очевидно, что большой и очень серьезный импульс к тому, что планировалось, что записано сегодня уже, формализовано в виде дорожной карты высшей школы журналистики, медиакоммуникации, удалось сделать благодаря поддержке ректора, который вот импульс, про который я говорю, ну, очень значительно придал. Да, планка требований выставлена, очень высокая, но и при этом поддержка оказана достаточно серьезная, и я думаю, что мы, ну, во всяком случае, не смогли показать, что, ну, то, что называется, народе в коне корм, да, то есть пошел процесс. Результаты разные, конечно, не все просто, еще раз говорю, но, как оказалось, трех лет недостаточно, с моей точки зрения, чтобы о радикальных изменениях говорить, как оказалось, но, но то, что они начались, и то, что значительная часть из того, что задумано было, предложено, поддержано университетом, ректоратом в дорожной карте, вот, значительная часть из этого уже необратимый процесс приобрела, то есть эти изменения будут идти уже, это уже хорошо. у меня есть уточняющий вопрос, Леонид Григорьевич, вы обратили, вы сказали о некоторых архаических формах, которые были ликвидированы в процессе обучения, а можно их назвать, и что было ликвидировано, и тоже дополняющий вопрос, вы сказали, что появились какие-то новые, как раз формы организации на будущее, да, какие-то учебные, что это такое, что, может, даже сейчас нет, а в будущем выстрелят. Ну, вот, об архаичном не буду говорить, потому что понятно, что за ними же стояли люди, которые соответствующие курсы формировали, сопровождали, отстаивали их право на дальнейшее существование. Зачем? Эти люди очень достойны, и, ну, так случилось, что взгляд изне, вот, взгляд наших коллег профессионалов в медиапространстве, мои какие-то видения, видения ректората, не совпали с их позицией. Ну, я не думаю, что это дает основания сейчас называть эти курсы, этих людей. Сегодня, вот, сказать, очень важно, ведь коллектив-то весь сохранился. Я вообще противник радикальных перемен, вот, что пришел, там, всех разогнал, там, всех своих подгреб кого-то, и потом сможет, что получилось. в этом смысле каждому должен быть дан шанс реализовать себя в новых условиях, и большинство из людей, в общем, прекрасно с этим справляется. Ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но это, вот, мне кажется, правильнее. чудес не случается, так, что завтра утром под твои самые такие прогрессивные программы объявится такая же масса прогрессивных, абсолютно передовых исполнителей. Тут мы должны понимать, что, вот, мы ограничены, в том числе и кадровыми ресурсами, возможностями ими манипулировать, и, там, каким-то образом привлекать новых, свежих, тем более, что их казань, честно говоря, не очень много. Вот. Теперь, что касается новых, новаторских вещей, вы имеете в виду какие-то новые программы, да, образовательные. Видимо, да. Ну, был один пример, там, скажем, трансмедийный сторителлинг, да, вот сейчас будет, вот сейчас объявлено в новом учебном году будет набор на магистрскую программу. Это уже и качественно совершенно новый курс, да, и он нацелен на те процессы, вот, те специалисты, которые его пройдут и выйдут на рынок, мы надеемся, что они восполнят дефицит кадров, вот, в тех процессах, которые разворачиваются в более широкой медиасреде, нежели только средства массовой информации. это и динамично развивающаяся сегодня геймерская индустрия, это индустрия сериалов, это индустрия, ну, то есть, вот это уже взгляд туда, вот, в ту перспективу, которая в самом Торстане еще пока не самая, что называется, раскрученная, и то, что в России не очень активно пока готовят специалистов. новый профиль по бакалавриату на телевидении, это видеопроизводство, не теле, а видео, то есть, мы сегодня говорим о том, что тот контент, который традиционно шел исключительно на телевидении, сегодня не является монопольным, да, сегодня достаточно платформ, сегодня достаточно инструментов, и достаточно у людей технических, в том числе, ресурсов, для того, чтобы производить востребованный видеоконтент, не всегда по канонам классического телевидения, иметь при этом существенное влияние на большие массы населения, на свои аудитории, быть популярными, быть бизнесовыми, при этом, приносить определенные доходы, ну, здесь очень много специфичного, очень много того, что не всегда совпадает с подготовкой классического специалиста, ну, скажем, для телепроизводства, так что, ну, вот, несколько фрагментов, ну, что я им сейчас буду все пересказывать, хотя, могу пересказать, вот. А вы знаете, вот, я общаюсь с журналистами из, вне института, и есть определенное такое мнение, у многих, что вот, вот, горосль молодой журналистики, которая выпархивает после высшей школы экономики, они не соответствуют сегодняшнему дню, они поверхностные, они мало начитанные, они какие-то инертные, это какое-то совершенно такое, такое вот есть, может быть, это и предвзятое мнение, скажите, что это, это брежание на молодежь, на людей, от людей, которые не умеют с ними работать, или действительно, действительно, есть такого рода проблемы, то есть, непонимание того, что выходит из-под нашего обучения, нашим какого-то. Очень хороший вопрос. Это, конечно, с одной стороны, то, что вы сейчас сказали, вечное брежение, всегда были в реальном секторе недовольны теми, кто приходит со студенческой скамьи. Всегда. Но это и, слушайте, имеет и другой, то есть, немножко по-другому можно вопрос развернуть. Наши коллеги, мои коллеги, в общем, возглавляющие сегодня средства массовой информации, работающие в средствах массовой информации, говорят, что приходящая молодежь не вполне соответствует их ожиданиям. Но ведь и молодежь, честно говоря, не видит в этих средствах массовой информации очень часто то, что она ожидает. Она их не читает, не смотрит, она при этом поглощает контент другими путями, через другие платформы, через другие источники, но она сегодня, увы, надо признать, в значительной степени действительно не живет мыслью о том, что она придет, она мечтает прийти в редакцию «Х», сесть туда, подладиться под их стандарты и всю жизнь отдать и положить на благо этой редакции. Не живет она сегодня так, молодежь. Она ожидает более динамичных, более современных, более продвинутых тоже медийных сообществ, организаций, структур, и она тоже не видит большого адеквата происходящему вокруг в действующих редакциях и предъявляет к ним тоже такие же претензии. Тут вот такое вообще идет о совершенно разных мирах. Речь идет о совершенно разных мирах. Да, вот это кстати особенность момента, потому что то, что вы говорите, вот это вечное брюзжание более старших опытных на менее опытных, это действительно вечное. Это будет всегда. И какой бы супер университет тут курс не ввел и чего бы не делал, всегда реальный сектор скажет, немножко недоделанно. И все равно под свои стандарты будет доделывать, дотачивать. Но с другой стороны, да, еще мы имеем дело, вот эта особенность с моей точки зрения. сегодняшнего времени мы имеем дело с не только поколенческим, тут эпохальный разрыв. Вот понимаете, традиционные формы ведения медиабизнеса, формирования медиаструктуры, организации его работы, требования предъявляемые, стоимость труда, которая наложится на это все, оно абсолютно не совпадает с тем, как это видит поколение цифры. Поколение выросшее не с соской в зубах, а с пальцем на сенсоре. И вот понять это и догнать, что произошли изменения абсолютно качественные в этом поколении молодого, мне само три года почти потребовалось, чтобы понять, что они ничуть не хуже, они просто вот абсолютно другие. иные. Вот и плохо это или хорошо, не знаю, у них другое видение выхода на большую аудиторию, площадок, через которые это можно делать, они сам медиаландшафт по-другому видят, они его не видят, ну я повторяюсь уже, не только в СМИ зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством, и даже уже не только в соцсетях, они видят пути на большую аудиторию со своим контентом, со своими мыслями, идеями, творческими находками, в том числе и через то, что раньше нам казалось сугубо прерогативой, ну я не знаю, там, цирка, эстрадной сцены, а это у Зеленского, да, один щелчок из, там, а-ля Comedy Club в президенты, и уже властитель дум огромной страны, тотальный властитель, не тотальный, не знаю, он что, он задействует свои, в том числе и шоу знаний, компетенции, для вливания на большую аудиторию вполне политического, экономически, социально значимого контента, и аудитория это принимает, и на это ведется, мы сейчас не оцениваем, это хорошо и плохо, это другой путь, другой путь, проделанный к массовому потребителю информации, другой путь с целью выброса этой информации, с целью овладеть этой аудиторией, и заставить принимать определенные политические решения, вот это эффективный путь, он менее эффективен, чем тот, который дает традиционная политическая журналистика, как оказалось, нет, вот, другой путь, другое поколение, другой взгляд, другой подход, и совсем, он президент США, что он через традиционные СМИ, что ли, был выбран и поддержан, он использовал новые совершенно площадки, новые платформы, и он президент США, и даже вопреки, и я бы... Да, вопреки действующим, вот, традиционным медиа, и эти ребята, это новые поколения, а многие наши традиционные медиа смотрят очень критически, это вовсе не значит, что они не готовы, не хотят, не желают работать на медиапространстве, это вовсе не значит, что они там будут неэффективны, они по-другому совершенно видят эту эффективность, и по-другому видят путь достижения тех целей, которые себе где-то формулировали. Но если мы говорим о столице, то здесь, в принципе, все понятно, есть яркие проекты, есть яркие люди, и действительно, среди этого молодого поколения есть действительно звезды, и вообще звездные совершенно проекты, а вот у нас Татарстан, и я вот не вижу, я вот пытаюсь, я смотрю, где там молодая шпана, что снесет нас с поверхности земли, нет ее, то есть не вижу никаких ярких проектов, которые сделало именно того поколения, о котором вы сказали, юных с горящим взглядом. И меня на критику сейчас вызываете нашего медиапространства, нет проектов, нет ярких проектов, я тоже с вами согласен. Давайте порассуждаем, надо подумать, но понимаете, вот что-то ушло, вот людей, умеющих качественно писать, изящно работать со словом, с картинкой, в общем, достаточно. Это не только стоит Татарстане, в России в целом. Понимаете, вот когда сколько-то там уже десятков теперь лет, вот возник Парфенов, это какой-то новый почерк, это что-то новое, это что-то интригующее, это еще личность Харина, или Даренко. Мы опять не говорим, как относиться к тому, что он там говорил, какую позицию он занимает, но это какой-то новый взгляд на традиционную подачу общественно-политической информации. Или там Юрий Ростов был такой, он совершенно по-новому, по-другому вел вести, потом на РТВА возник, вот что-то нестандартное в абсолютно стандартном, и харизматичные очень еще мужики. Вот чего-то это ушло, вот умеющих хорошо и качественно делать много, умеющих цеплять в этом динамичном мире бесконечного информационного потока аудиторию, желательно большую, что-то пока не вижу. Все как-то вот застыло где-то на уровне 2005-2008 года, вот там был последний всплеск такой хороший, и все встало. Но это уже не есть только нашу проблему. То есть это не только проблем республики Татарстан, но и на самом деле я смотрю по другим регионам, ничего такого особенного нету. Как только человек более-менее появляется, который в медийном плане может предложить или сделать что-то интересное, он моментом оказывается в Москве. посмотрите, смотрите телевидение, половина ведущих из республики Татарстан, другие известные каналы, они едут в Москву, но они не остаются здесь, не хотят что-то тут делать, развиваться, не понимаю этого. Леонид Григорьевич, у меня такой вопрос. Вот мы сидим здесь три журналиста, по сути, вы хотя в должности, тем не менее. Вот у вас базовое образование социолог-историк, да, социолог. у Альберта образования, любого экономист, у меня тоже историк. Все мы в журналистике что-то сделали. Зачем нужен журфак, когда люди, более того, я могу привести примеры, когда, ну, кто у нас самый известный СМИ, это бизнес онлайн, да, Рашид Голямов, он не журналист, не заканчивал журфак. И обращать внимание на себя такая деталь. Очень много людей, которые сделали что-то в журналистике, в местной, да, не являются выпускниками журфака. Они приходят с эсфаков, с экономики, с физики, с откуда угодно. Журналист это профессия или это призвание, условно говоря. Вот, может быть, в этом ракурсе вопрос поставить. Ну, и то, и другое. Вообще, слово журналист, сегодня это только слово осталось, термин журналист, потому что на самом деле внутри там огромное количество компетенций, которые иногда пересекаются с собой не очень сильно. Поэтому это традиционное некое такое наименование с моей точки зрения. Но с одной стороны, вот смотрите, что, вот я как понимаю, да, чему мы учим, чего пытаемся передать, да, вот тем, кто здесь учится. Это такое гуманитарное образование, общее, такое широкое гуманитарное образование с определенным набором медийных компетенций и еще с умением самообучаться в процессе жизни. Во всяком случае, со стремлением к этому. Куда дальше человек пойдет, куда он двинется? Медиапространство сейчас, оно кругом, оно тотальное, оно, в общем, у нас у всех, оно лежит. Вот мы даже интервью в студии даем, зачем положил, не знаю, ну, уже как-то, а вдруг какой информационный поток там пойдет, да, подсмотреть не смогу, но уже где-то там под коркой работает. И в этом гигантском медиапространстве люди с вот с одной стороны, обладающие хорошим гуманитарным образованием с медиакомпетенциями определенными, безусловно, будут востребованы, с другой стороны, они, безусловно, и должны быть. Вот мы с вами, да, приходили, ведь сегодня очень много того, что связано с, когда ты приходишь в медиасреду, с решением специфических вопрос продвижения, технологические вопросы. Вы хорошо пишите, я хорошо, мы в свое время как с вами хорошо писали, да, в одной господствующей газете на этой территории. Согласитесь, да, фактически монополист. Да, газет было много, но за 200 тысяч тираж имела одна. Вот, и вообще ничего другого, кроме как газеты и телевидения и не было, строго. говоря, и нам было проще состояться. Сегодня платформ, возможностей и вообще источников, из которых бьет, но из утюга еще контент, говорят, не идет, но, хотя, кто его знает, может быть, где-то уже идет, доносится. В этой ситуации все равно специалисты, умеющие сформировать контент под соответствующие более узкие аудитории, под соответствующие более узкие специфические вкусы, через необычные заложить обычные традиционные, через шоу передать большую политику, через большую политику немножечко там втиснуть шоу, вот смотрите, все дебаты сейчас стали большим шоу, спектаклем вообще уже давно, значит, через умение работать с технологиями, со смежными специалистами, с медиаметриками, которые, кстати, тоже требуют значительного улучшения, а, кстати, а какого улучшения, кто-то даже должен сформировать задачу, кто-то должен архитектуру, нарисовать того, чего нам надо от медиаметрик, что мы хотим видеть-то вообще, мы хотим видеть тупой трафик, мы хотим видеть, ну, что мы там хотим, опять должен кто-то с каким-то профессиональным, очень заточенным знанием это делать, и это придется кому-то делать, потому что все сложнее становится работать на массовую аудиторию массово, все равно получается очень точечная и узкая, в силу того, что сами по себе медиаплатформы слишком вот стали многообразны, расползлись, и там произошло свое очень сильное ниширование, и в этом смысле я думаю, я вижу, что с вот течением времени все равно потребность в специалистах, которые более детально и предметно разбираются в этом, именно в этом она будет возрастать, нам было проще, вот все равно надо признать, нам было проще, но и сегодня вот когда я говорил о том, что молодые ребята, которые через 10 лет станут большинством этой страны, да, и сегодня не специалисты, мы гордо говорим, он, видите, он нигде не учился, там, специально журналистики, там, медиа, всяким делам, вообще слов таких не знал, видите, какое успешное СМИ возглавляет, да, для нас с вами успешное, а они его не читают, они его не смотрят, для них это уже не успех, и они через 10 лет делая политический выбор, экономический, социальный, они не на этом будут, на что-то другое, на что, вот компетенции тех, кто сегодня во многом предопределяет лицо медиапространства, мы с вами видим, не хватает для того, чтобы вовремя, быстро, эффективно, качественно, не покупая трафик, не обманывая там потребителя, ну, трафик просто так, как пример, самый понятный всем, говорю, перестроиться, переориентироваться, завладеть умами потенциальных аудиторий не хватает, чего-то значит нужно еще, вот какие-то нужны, следовательно, еще знания дополнительные, другая катастрофа, убегают, но здесь вопрос, здесь вопрос, медиапространство должно более динамично развиваться на территории, конкуренция должна быть на этом медиапространстве более, скажем, представленная, мягко. Понятно, что происходит диффузия профессии, и сейчас любая домохозяйка, публикующая, например, комментарии в бизнес-онлайне, она, по сути дела, тоже журналист. Она тоже медиа-актор, да, она тоже участник медиапространства, да. создает какую-то частичку вот этого информационного инфополя, и вот из этих частичек вот сейчас все это и складывается. Вот. И становится тяжело вообще ориентироваться, особенно юношам и девушкам, обдумывающим жизнь, и желающим ее связать с журналистикой, что вот какие формы, какие течения на ваш взгляд, на ваш прогноз, будут востребованы в ближайшее время, в ближайшем будущем, на что ориентироваться? Это видеоблогинг или, допустим, какая-то новостная журналистика, такая, интернет, типа там Huffington Post там в стиле. Что вот, какие сейчас направления выстрелят, Леонид Григорьевич? Поделитесь с нами. Ну, такой хороший вопрос. Я бы даже сегодня ответившему на него, ну, Нобелевский премьер не дает за такие вещи, да, ну, что-то очень такой солидный был. Крустальное перо. С удовольствием вручил, да, потому что кто из нас подразумевал, ну, не 10, пускай, 15-20 лет назад, что медиа, именно медиа среда столь динамичная, знаете, как вся страна сейчас, мы давайте строить будем цифровую экономику срочно, что сделать нам, чтобы построить цифровую экономику, а медиа, они по уши там уже, они оттуда и не выходят, они выросли, сегодняшние медиа, уже, они, они, они все, они в цифре, и динамика их развития столь высокая, что вот даже опасно прогнозировать, но, понятно, вот, я уже начал почти отвечать, все, что связано с возможностями, которые дают цифровые технологии, и в этом смысле, и видеоблогинг, я же говорю, что мы отдельно даже профили выделили, да, видеопроизводство, это фактически видеоблогинг, значит, вообще, все, что связано с производством, размещением, продвижением контента на цифровых платформах, это вот точно будет, с моей точки зрения, востребовано, второе, я бы обратил внимание на то, что связано с, ну, это тоже из области цифры, это вещи, связанные с подкастингом, скажем, это направление, связанное с внедрением контента в традиционную, вот, геймерскую, скажем, да, составляющую, сегодня все больше и больше там становится вообще, и через это очень многие продвигаются мысли, идеи и идеологии в том числе, я бы обратил внимание все-таки на то, что связано с развитием киноиндустрии, я, во всяком случае, я считаю, что она становится все больше составляющей медиа-ландшафта, ее нельзя уже отдельно так, вот там где-то есть кино, а здесь есть где-то вот какой-то медиа-ландшафт автономно-живущий, ведь, смотрите, что происходит, развитие интерактивных сериалов, вот Netflix там, какие сейчас делает попытки, эксперименты, вообще, что такое Netflix, это гигантские медиа-хранилища, да, и кино, и сериальные, и развлекательные, и познавательные, и шоу, и новостной, и всего, вот, массива видеоконтента, который так или иначе может быть востребован, который соответствующим образом упакован и подготовлен для просмотра массовой аудитории, и какой успех, и те, кто еще недавно говорил, что Netflix даже пускать нельзя, там, я не знаю, на Оскар, помните, Пилберг, да, он уже презентует маковские аналогичные стриминговые проекты, вот вообще стриминг, вот это направление, который собирает порой миллионы в единицу времени, мы пока думаем, как донести до, ну, хотя бы, ну, чтобы микрорайон что-нибудь знал и понял, а стриминг через абсолютно легкие, доступные формы, миллионы собирает единомоментно, и в какой-то момент можно там подавать такой контент на эту многомиллионную массу, что никогда ни одна государственная машина, телерадиовещательная или прочее, это не сможет сделать за годы своей работы, и, кстати, и не может сделать, мы это видим, вот я бы на это обратил внимание, тут есть своя перспектива, это новые формы медиапотребления, это новые формы потребления социально-политически, экономически значимого контента, но формы, имеющие тенденцию к только возрастанию, не те, которые, ну, случайно там побаловались, отскочили, видно, что в это погружено по уши то поколение, которое приходит нам на смену, оно большое, оно амбициозное, и оно только так легко и свободно воспринимает очень многие идеи, мысли, поэтому здесь вот для медийщиков будущих, кто хочет именно в медиа состояться, потому что это и медиа с точки зрения общественно-политического, развлекательного, ну, это и решение маркетинговых проблем, это решение проблем корпораций, то есть вот весь спектр того, что в данном случае я про высшую школу все-таки в Занечке возвращаюсь, мы предлагаем к обучению, к подготовке на будущее, на жизненные там задачи, вот на этом можно, это все может быть эффективно и будет, и точно будет развиваться. а вот о динозаврах, умирающих динозаврах, о бедной печатке, замолвите слово, тиражи падают, мы видим, видите уже, вечерка даже, из которой вы вышли, сейчас перешла уже в электронный формат, и мы видим стремительное, стремительное сокращение интереса к печатной продукции, есть ли будущие его печатки? Я всегда говорю, есть, причем даже не могу это аргументировать до конца, почему так, это все из, помните, мы же с вами выросли, вот молодое поколение не знает, в том числе на фильме Москва слезам не верит, что там скоро ничего не будет, ни театра, ни кино, ни газет, ни журналов, будет одно сплошное телевидение. Это же действительно была мысль поколения, поколения взрослевшего на вот становлении и развитии телевидения. Но оказалось, что все как-то выжило, и все, более того, некоторые просто, вот мы только сейчас вспоминали, что происходит, например, в киноиндустрии, там, и-то такие повороты пошли неожиданные, да, и книжная индустрия никуда не исчезла. Там свой, ну, это, ну, она стала более узкой, более нишевой, потребитель стал более элитарной у этой продукции, ну, есть, и все в порядке, да, можно почитать электронную книгу, но посмотрите, если мы с вами Москву вспоминали, ни один крупный книжный торговый комплекс в Москве не разорился. Более того, заходишь, в очереди, да, там фантастика, что происходит с плюсом, конечно, эта мысль, вот, так что, я думаю, и печатка, она где-то, она сейчас переживает тяжелый момент, очевидно, да, когда одно поколение тихо отходит, другое еще не нашло в ней никакой привлекательности в печатке, и оно даже не отворачивается от нее, оно в нее не входило пока, и вот отсюда эти разговоры, что она уйдет. Она, да, с моей точки зрения, во-первых, конечно, не надо забыть о том, что она реализует функцию информационную, никогда здесь уже ни с интернетом, ни с другими возможностями распространения информации не сможет конкурировать, она должна поймать свою нишу, свою функцию, она будет, наверное, отчасти где-то какой-то блок развлекательный возможно, и абсолютнейшего какого-то эксклюзива, ну, или тематические. Аналитические, возможно. Да, ну, вот аналитические, там, где вот то, что с использованием современных, в том числе, современных технологий, наверное, QR-код там, да, или что-то, ну, мне даже трудно говорить, хороший очень вопрос, он действительно тяжелый для нас, для всех. Мне кажется, что это будет потребление, вот как... Элитарное. Теплая ламповая газета. Нельзя, да, вот рекламировать ничего, да, на телевидении. табакокурение, табакокурение вредное, сразу хочу оговориться, но вот как люди, сигареты, да, общие, ну, есть они, да, и... но ведь иногда хочется сесть и эти клубы, в общем, неплохо живут и процветают, где соответствующий напиток, сигары, да, и какой-то свой аромат, и свою прелесть. Архаик. В этих разговорах, в этой архаике. Некая такая клубная элитарность, вот то же самое ты с бумажным носителем, на котором изложено нечто абсолютно эксклюзивное, нечто такое, что нельзя воспроизвести и заменить картинкой, или что нельзя, вокруг чего нельзя выстроить некое интимное потребление, когда ты сидишь все-таки за большим монитором, где все время мелькают какие-то там баннерочки, закладки и прочее. Это должен быть поиск своего контента, мне кажется, и есть же в мире очень много сейчас примеров, как находят оптимум для того, чтобы сохранить. В мини-тиражей огромных никогда не будет, это очевидно. Я поспорю, Япония, по 14 миллионов газетные тиражи, там культура потребления другая. Культура другая. То есть они с этими газетами выросли? Я не верю, что в России вернется к этому. Люди, которые идут к вам, вот через несколько месяцев будет новый набор, мотивы, которыми они руководятся, они, это отдельно, мы о них спросим, а что вас уже закончивший институт, немножко другое, привело в журналист, какие мотивы вас двигали? Я могу даже рассказать о своих мотивах. Меня двигало тщеславие, возможность за очень короткое время обзавестись большим кругом знакомств. это важно в жизни, это важно в жизни, социализация. Это в журналистике давало мне социализацию очень быстро, дало, например. Вас что привело сюда? Ну, в начале это был случай, потому что когда мы с группой Сологаева Александра Леонидовича проводили первые большие социологические исследования по республике Татарстан, социально-экономическое самочувствие населения Татарстана, исследование-то проводится, отчет написан, дальше этот отчет надо переложить на какой-то вменяемый язык, и попытаться его передать большим слоям населения. А тогда вообще это сейчас в социологии кто не лень там что-то публикует и что-то опрашивает. Это было в прокуратуру, некоторые депутаты Верховного Совета тогда хотели подать на нас жалобу, по какому праву мы проводим опросы населения. Это было насколько-то необычно для многих. не буду называть фамилии, люди еще пока здравствуют. Но встал вопрос, а кто умеет внятно писать, почему-то остановились на мне. Ну и действительно как-то и тут писал в университетской газете, в школе чего-то там публиковал. И вот то, что я изложил, то, как я это описал, я принес это Гаврилу Андрею Петровичу. Вот тот случай, вот ему слету это понравилось, он сказал, вот я вот как раз вот искал, вот это мне как раз нужно. Я даже не думаю, что тщеславие. Слава в вечерней Казани была гигантская тогда. Я думаю, ну что, в таком месте работать неплохо. Во-вторых, он такой предложил хороший заработок. Это не 20 тысяч, как сейчас говорят, ой, я 20 тысяч предлагаю, ко мне что-то никто не идет. Что же они хотят, чтобы им сразу 30 что-ли платило, говорят некоторые редакторши, да? Слушайте, ну стоимость труда 20 тысяч, ты и получишь результат на 20 тысяч, ну так же нельзя, конечно. Вот. А тут сразу годы не легче были. Но собирая, формируя команду под газету нового типа, новой формации, как он ее себе видел, он и соответственно предлагал достойное вознаграждение. И я как-то вот на это больше пошел. А потом втянут, а это же наркотик, сами знаете. Опять же, реклама запрещена, но таких средств. Но там ведь как только начинаешь, как только входишь в эту среду, в это бесконечное общение, в это самое разрастание контактов, каждый из которых тебя обогащает или наоборот там делает более агрессивным и еще больше заводит, все, потом из этого не выйти. Потом из этого не выйти. Так нравится. А потом меня еще на телевидение пригласили одну программу повести, другую, третью. это еще страшнее. И все. Ну, получалось или нет, не знаю, но то, что поглотило это, да. Вы знаете, я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда родители подрастающих чад, которые заканчивают школу, с паникой обращаются ко мне, просто мой ребенок хочет идти на журфак. Почему с паникой? Вот родители всегда с элементом, то есть, когда ребенок хочет идти на медика, на нефтяника, для них все это понятно. А вот когда на журфак или на институт культуры, или в ГИТИС, условно говоря, то есть, свободных профессий по большому счету, вот это ощущение зыбкости, видимо, оно пугает родителей, но при этом сами дети, да, они с горящими глазами там часто, да, хочу, хочу, хотя иногда отговариваешь, потому что предлагаешь, что навыки, компетенции написания текстов или видеомонтажа, брать интервью, это не требует обучения пяти лет, я так говорил им, хотя после общения с вами, что вы сейчас такие программы и курсы предлагаете, я немножко возможно поменяю точку зрения. Как, что можно сделать, и можно ли успокоить родителей, когда их ребенок хочет на журфак? Ну, можно, конечно, успокоить, то есть, первое, у нас здесь хорошо, вот, я вот повторяюсь, ребенок, придя сюда, получит, ну, он точно получит хорошее гуманитарное образование, ну, конечно, и сам захочет, да, потому что сейчас столько свободы стало в университетах, да, которая нам и не снилось, можно не посещать занятия, оказывается, да, это не является основанием для недопуска на сессию, столько, свободы очень много, но мы говорим о прилежном, действительно, желающем получить какие-то знания студенте, он получит набор вот тех самых определенных специфических компетенций, которые по-любому в жизни пригодятся, дальше ведь, вы же сами знаете, хорошо, образование стало своеобразным, то есть, уровень бакалавриата и магистратуры еще возник, раньше человек приходил, ну, условно, уже факт, и все, он пять лет, это специалитет, тоже сейчас называют, и он уже и выходил журналист, все, больше ничего, теперь ведь ты можешь овладеть этим, ты можешь в процессе понять свои слабые, сильные стороны, и магистрский уровень уже пройти, ну, скажем, экономист, просто экономист, просто они всегда, всегда почему-то экономистов приводят в пример, видимо, их действительно в свое время было очень много, да, хотя очень хорошие тоже знания, и очень ценные, потому что, представляете, ты хорошо знаешь медиасреду, ты в целом гуманитар, но очень неплохо ориентируешься в этом пространстве, и уже это подкрепляешь какими-то более специфическими знаниями экономики, финансов, или там можешь войти, индустрию пойти, скажем, на магистрский уровень уже, и зная вот это, закрепить здесь, или наоборот, скажем, придя туда, потом магистрский, уровень уже журналистскими компетенциями свой IT-базис подкрепить. Вот в этом смысле ничего не потеряно, ничего не исчезает, никакая возможность, а только возникает дополнительная, ну да, возможность, повторюсь, дополнительная возможность еще вот к тому, что ты получишь на журфаке, ты можешь и здесь продолжать, и здесь магистрские программы свои открываются, и функционируют, которые позволяют тебя развивать вот в этом, но если ты почувствуешь, что тебя все-таки больше тянет к сфере там экономики, финансов, IT и даже здравоохранения, потому что хороший популяризатор сегодня, хороший, смотрите, мы по прививкам народ убедить не можем сегодня, не в состоянии, хороший врач, пускай придет журналист, хороший врач пусть лечит, вот, а вот журналисту подкрепить свои вот эти медийные компетенции знаниями некоторых особенностей того, как функционирует здравоохранение, как оно организовано и каким образом оно воздействует на население, было бы очень полезно, и тогда мы, наверное, получили более эффективных популяризаторов того, что, и предвиженцев того, что делает наше здравоохранение правильно и неправильно, и это было бы не голой там критикой или голой рекламой призывом к чему-то, это было бы обоснованным, которому бы доверяли мнением, которому доверяла бы какая-то значительная часть слушателей, зрителей, потребителей контента. Поэтому, если хотят идти, надо говорить, идите, дальше можете расти, куда, почувствуйте свой более уже точечный интерес, вы можете здесь вкусить сполна, и этот путь отшлифовать, что называется, до совершенства, вы можете его наполнить знаниями смежных, из непрофильных, даже для гуманитарной сферы знаний и компетенций, и это только тебя обогатит и сделает более конкурентоспособным в этой жизни. Чего бояться, я не знаю. В этом смысле стало больше возможностей, более гибкой стала система. А часто бывают такие ситуации, когда к вам на магистрские программы приходят физиков, химиков, биологов. Есть такие, да. А сколько это часто происходит? То есть это заметное уже явление? Заметное. Какими мотивами эти люди, эти молодые люди руководствуются, вы же, наверное, как-то с ними интересуетесь, общаетесь, может быть, понимаете их мотивы? То есть человек шел на понятное для... Почему я про родителей? Потому что родители финансируют очень часто обучение. Их финансирование это инвестиции. Они рассматривают как инвестиции в своего ребенка, в будущее, в продолжение. Я поэтому на этих вопросах концентрируюсь. Тем не менее, какими мотивами руководствуются молодые люди, которые пошли на физиков, на геологов и после 4-х лет обучения вдруг говорят, я хочу идти в журналистику. И разворачиваться с этого пути, и понимать, что там он находится. Но геологи к нам не приходили, конечно, пока. Но люди, которые приходят с других направлений подготовки, совсем не похожих на медийные, как правило, либо, ну тут надо признать, либо те, кто понял, что не готов всю жизнь заниматься тем, или в значительной степени заниматься тем, чему обучался на баклариате, хотел бы все-таки более гуманитарный срез применения своих возможностей в жизни видеть, вот, либо те, кто в процессе своей образовательной деятельности в баклариате как-то проявил себя, уже попробовал в медиапространстве, ощутил этот вкус и понял, что зря. знаете, еще какая есть категория, это, кстати, касается и баклариата, кто, сейчас же ЕГЭ очень сильно прижимают, вот, для того, чтобы поступить сюда, если мы говорим о журналистике и телевидении, то надо иметь ЕГЭ по литературе, очень многие сдают совсем другой ЕГЭ, который им кажется более легким, соответственно, они поступают туда, где с этим ЕГЭ можно поступить и потом весело переводится сюда, вот, то есть, это еще для некоторых обходной маневр, такой, ну, ничего тоже, мне кажется, в этом страшного нет, потому что, ну, откуда стачку, щупает себя, в каких профессиях обучения их направления к вам приходит, ну, по ощущениям, из физики в лирике, каких институтов, с каких, изначально IT-институт, ну, понятно, наши гуманитарные коллеги, там, международных отношений, филологии, айтишники, что, что радует, потому что, вот этих знаний очень не хватает многим из наших будущих, да, коллег. Одна из привлекательных особенностей обучения здесь, и, вот, это то, за что мы вам признательны и благодарны, это совершенно бурная деятельность высшей школы журналистики по приглашению сюда на мастер-классы, на различные, то есть, это деятельность в плане наставничества, приходит масса интереснейших людей, и они встречаются студентами, в каком-то плане их учат, наставляют, развивают. Скажите, пожалуйста, кто из последних гостей наиболее ярко вам запомнился, и что вы лично сами даже для себя получили вот от такого рода общения? Я бы не рискнул кого-то, ну, это опять силу того, что мы с вами испорчены уже большой журналистикой, мы чувствуем вкус от любого общения, даже если он неудачный, это такой хороший урок, это такие хорошие знания, даже если это получилось очень агрессивно со стороны приглашенного, и не очень как ты это себе ожидал, и не очень как ты ожидал, что он поведет себя с аудиторией, все ты это воспринимаешь как ну, такой вот очень качественный результат, потому что это тоже результат, это тоже определенные знания, я и ребятам всем говорю, я говорю, вы, понимаете, вот, вот этот нам понравился, этот не понравился, как здорово, что не понравился, ответьте себе на вопрос, почему, что вас насторожило в нем, хотя ведь он в общем фигура, в чем-то состоявшееся, что вас в нем насторожило, и почему не насторожило вот в предыдущем, скажем, гости, и отвечая себе на эти вопросы, вы, это тоже опыт, это и есть тоже мастер-класс, результат мастер-класса, поэтому обогащайтесь бегом, пока есть возможность с такими людьми общаться, ну, плюс к этому еще будущие работодатели, как правило, в значительной степени, в большей части, скажем так, эти люди, тоже пользуйтесь возможностью с ними общаться и фиксировать себя и фиксировать их, и их путь к тому, что вот сделало их успешными, поэтому я бы никого отдельно выделять не стал, но то, что, мне кажется, это да, спасибо, да, что обратили внимание на это, то, что это правильный шаг, вот нигде, наверное, ни в одной такой сфере деятельности, как медиа, ну, еще, наверное, чисто творческие профессии, да, там, не знаю, актер, режиссер, вот, и здесь нигде не требуется вот просто как хлеб, как вода, постоянное общение с действующими практиками, причем в любом формате, с любым результатом, без этого это все будет значительно более ущербно, это будет неправильно, поэтому мы стараемся. То есть мы, это будет постоянно, на систематической основе, и дальше, впредь, вот такая вот, такая вот бурная, я бы сказал, еще раз деятельность. Ну, во всяком случае, мы вот два с лишним года это выдерживаем, если вы обратите, обратили внимание, в расписание специально введен мастер-класс, время мастер-класса, это каждый вторник в 11.50, это часть расписания стала, это стала часть, собственно, вот, образовательного процесса, который предлагается нашим студентам. То есть не так, что, ой, сегодня заехал очень известный человек, такое тоже случается, когда приехал известный, какой-то человек, случайно или не случайно, и вдруг появилась возможность его пригласить. Конечно, мы этим пользуемся, но есть и принципиальное решение, что каждый вторник во время мастер-класса мы обязаны, мы должны обеспечить нашим студентам, тем, кто здесь обучается, возможность встретиться с тем или иным мастером, с тем или иным профессионалом, который, это может быть в шоуруме, это может быть в других учебных аудиториях, не под камерой. Кстати, некоторые коллеги наши, к сожалению, под камерой и не могут встречаться, потому что у них существуют жесткие контракты со своими работодателями, не позволяющие им на иных медийных площадках работать, а в данном случае это телекомпания, но все равно это каждый вторник в обязательном порядке, я думаю, мы будем удерживать максимально. это вот к вопросу достижениях, вот это одно из достижений. Приходят видные медиа деятели, в том числе, там, федеральные и из нашей республики, к вам, и ваше вообще видение нашей местной медиасферы, кто, на ваш взгляд, добился наиболее значимых результатов, а кто аудисайдер, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о нашем медиаполе, местном, республиканском. У меня опять на кричку вытягивались. Мы к комплиментарным. Давайте по-другому уточним вопрос. Давайте просто переформулируем, сделаем мягко. Начинается у директора высшей школы журналистики рабочий день. Он открывает компьютер, ноутбук. Какие местные информационные каналы первым делом вы смотрите? Что у вас в шорт-лист, который постоянно для обязательно просмотра? Из цифровых, тех, которые представлены в виде интернет, онлайн-ресурсов. Что в обязательный шорт-лист входят, да? Сказать, что ли? Да, да, нужно. Нечестный. Значит, я понимаю, что газета Казахского университета входит первый, наверное, Ну, портал университета, конечно, мы сопровождаем его деятельности, конечно, бизнес-онлайн. Я сейчас не по приоритетам, это то, что в закладках лежит, да, то есть то, что я, соответственно, утром открываю и просматриваю. Так, реальное время, Казан, Казанский репортер, подсказывайте еще Идель Реалии, Идель Реалии, подсказывайте, я скажу, да или нет. Казань Ферст. Казань Ферст. Ну, и, наверное, телеграм-каналы. Вечерняя Казань, хотя там обновление стало крайне редким, даже на интернет-ресурсе, но вечерняя Казань. А, ну, это, это не каждое утро, это просто постоянно, то, что связано с новыми, скажем, платформами, да, страшная штука, она просто съедает огромное количество времени. Ну, вот это то, что лежит в закладках, то, что в обязательном порядке просматриваешь несколько раз в день, потому что там еще свои изменения идут, обновления. Сколько Тарстан еще пропустили? Тат-Медиа. Нет? А Татар-Информ, к расцвету которого вы приложили столько сил, энергии, времени? Да, в закладках, да. В закладках? Да, есть. А как вы их оцениваете сейчас? Ну, коллег оценивать нехорошо, мне кажется, публично. Вот, у вас начало вопроса было правильное, про медиа-ландшафт. Я скажу так, вот в целом, мне кажется, что медиа-ландшафт республики мог бы быть лучше. Хотя... Он мог бы быть более эффективный, ну, это уже тоже, мы про это рассказали чуть выше, он мог бы быть более качественный, более эффективный, более конкурентный и более разноплановый. Это, кстати, один ответственный вопрос, почему многие уезжают в Москву, не только потому, что очень хочется сделать стремительную карьеру, но просто там самих площадок для своей реализации готовых площадок. Если ты не собираешься собственный проект какой-то затевать, там больше. И дело не в огромности Москвы, а дело в том, что там просто больше, да, сама вот медиа-конкуренция, она более широко представлена. здесь могла быть картина получше в этом смысле. Она действительно влияет, а потом приводит вот к этому, ой, да мы ваших не берем, а наши при этом едут и прекрасно устраиваются в Москве. Мы ваших не берем, поэтому берем все равно ваших, но мы ими недовольны, но все равно берем. уже других-то и особо нет. Когда встает выбор, кого, например, пригласить руководителем там местного отделения ВКонтакте, да, это выпускник, да, журфака КФУ. То есть это уже не СМИ, это уже другое совсем направление, скажем, медийной работы. Все равно наше. Но при этом мы ваших не берем. Вот этот, немножко снобизма много, да, при не очень высокой, в общем, недолжным образом высокой эффективности. А вот будет три года, как вы возглавляете школу журналистики, высшая школа журналистики. Из ваших выпускников кого-то вы читаете, фамилии смотрите, фамилии, которые, вы знаете, что этот парень учился у меня. Да, да. Ну, сейчас опять скажете, назовите фамилию, не назову. Назовите фамилию. Потому что, нет, но задерут еще это. Пускай задерут. Не, не буду выделять. Знаете, вот даже те, кто, есть те, кто, я их либо потерял из поля зрения, либо они не работают в СМИ, либо они немножко в другой сфере вообще себя сейчас ищут и находят. Они мне нравятся ничуть не меньше просто. Будет нечестно, если я их не назову. Вот у меня сегодня была лекция с группой значит, магистрантов медиа-аналитика. Те, кто вот на магистрской программе по медиа-аналитике. Ну, они все, вот, вся группа настолько светлая. Я говорю, видите, они это, они сделают хороший переворот вообще в многих застоявшихся и нерешенных вопросах, скажем, вокруг тех же медиа-метрик. У них так голова варит. Еще начинаешь говорить, они твои фразы заканчивают. Ну, как вот их фамилии всех не назвать? Вообще, ребят, очень много хороших. Это проблема в нашем неумении их истребовать с их возможностями. Мы все время, вот опять возвращаемся к началу разговора, мы все время говорим, вот они приходят и не соответствуют моим ожиданиям. Ты вытащи из них, что они умеют, могут, хотят, может быть недостаточно даже умея, и в чем могут привнести тебе много нового и необычного. Как с нами поступал Гаврилов. Вот если бы он ко мне отнесся как к человеку несоответствующему стандартам и ожиданиям вечерней Казани, я бы никогда не попал в журналистику. Я их вообще не знал. Я вообще не знал, как редакция устроена. Он сказал, вот этот парень кое-что может. «Слушайте, у него это...» А тут люди приходят и говорят, мы готовы, мы хотим, давайте это... Нет, вы знаете, там ваш же факт. Ну ладно, в случае чего, давай тут стрингером побегай вначале бесплатно, а потом мы тебя посадим. Надо вот опять несчастные эти 15-20. И что за отношения? Они, конечно, очень многие таланты наших ребят просто не востребованы действующими редакциями. С работодателями нельзя никогда капризничать. Я их всех очень люблю и считаю очень талантливыми. Но нам всем, не только им, но и нам тоже не хватает должного понимания того, что вот мы с вами, как журналистике принято закольцевать тему, да, почти ее закольцовываем того, что мы имеем дело с принципиально другим поколением другой эпохи. Это не возрастной, конфликт, а именно эпохальный конфликт. Нераводрический. Да. Причем конфликт в данном случае как абсолютно положительная категория. Это привнесение принципиально нового в существующее традиционное пространство. А вот умение понять, оно, увы, не у всех должным образом. Это тоже, наверное, время поймут. Хорошо, вы отказались, не стали говорить о тех ваших выпускниках, которые вы читаете. Я вам говорю, они все хороши. Почти. И объяснили мотивы. Я хочу теперь узнать. Даже те, которые пишут, ой, журфак, такая ерунда, он мне ничего не дал, в соцсетях очень думают. Вы знаете, всякие слова там похабные. А сам сидит в какой-то редакции при этом, а сам еще пишет и смотришь так, пишет гадость про журфак, о том, что он ему ничего не дал и пишет еще и без ошибок. Молодец какой. Но ничего не дал. Ну ладно, все равно, как на него обидеться? Молодец же, все равно. А все равно тяга осталась к реализации на медиапространстве. Вот хочет крикнуть чего-то и чтобы было услышанным. Ну ладно. Хотя альбоматор лучше любить, конечно. Честнее. Я хотел уточнить, развить немножко вопрос. Вы обозначили СМИ, которые у вас открыты в вкладках. Вы читаете. А можно ли... Там еще федеральные есть. Я про местные пока. Можно ли сказать, а те журналисты из этих СМИ или не из этих СМИ, которых местных, вы читаете, уже состоявшиеся, штатные, не ваши выпускники, которые вам некорректно для вас являются, чьи имена озвучиваете и рекламируете. Вот список тех людей, которых вы читаете постоянно. Здесь из Татарстанска. Чье мнение, чьи профессиональные навыки у вас интересуют. Ваш телеграм-канал я читаю. Спасибо. Вот. Значит, может быть и ваш, если вы видите его анонимно. Не знаю. Я много анонимных читаю. Вот. Ну, тоже. может по-другому. Вот кто мне, допустим, интересен, как он развивается как журналист, кстати, при дянии не журналистики. Вот есть в бизнес-онлайн, скажем, Максим Кириллов такой. Вот. Он с политологии. Он, кстати, в Татар-информе начинал. Ну, вот ему понравилось. И мы, вот, кстати, тоже вопрос, да, вот услышали, поняли и уловили, да, он много из того, что ожидала бы тогда редакция от него, не умел, естественно, да, и у него было желание, у него была готовность, у него был интерес, и он, у него очень хороший ум такой, тонкий, спокойный, изящный, сам человек такой, такой интеллигентный. Вот. Мне нравится, вот, как он развивается. Вот. Вообще, мне очень многие ребята там нравятся в бизнесе. Там, кстати, много наших выпускников, там много наших студентов, которые сейчас учатся. Они, вот, там неплохо. Ну, вот, видите, получается реклама одного издания, да, дело не в издании, а... Вы не называйте издание, фамилия. Вот, Максим бы я вот вам назвал. Антон, наверное, Райхат. А, то есть, можно называть тех, кто вот сейчас... И Зубров, и Зубров. Для вас постоянный. тот же, да. На что наши зрители, обратите на них тоже внимание. много, это же очень много ребят на эфире интересных. Сейчас даже не всех. Кого-то сейчас забудешь, да, очень интересная команда, скажем, новостников на ТНВ. Она, с Майдной Фатыхной, там, многие перешли туда. Очень интересно. Ну, Антон, да, Райхштадт. Вообще, вот, понимаете, вот, я думаю, одни и те же фамилии у нас с вами на слуху, да, даже те, кто пишет критический материал, их потом за это ругают очень сильно, разносят пух и прах, обзываются, происходят всякие медиа-скандалы. Они вообще тоже, ведь вообще, не свое дело делать интересно. Вот. Другое дело, что всем дружно, сейчас более старшее поколение отодвинем от критики, а вот про молодое входящее, всем дружно не хватает, вот, той новой, яркой, нетрадиционной харизмы, про которую мы с вами вспоминали, которая в свое время была привнесена, скажем, на большой телеэкран, там, тем же Парфеновым, Таренко, вот, опять я повторяюсь, Ростовом, вот, сегодня вот таких, которые, вот, я бы сказал, и он следом, он радикально и кардинально преобразует, станет примером для преобразования на медиа пространстве. Дудь. Пока. Ну, это там, Дудь, да. У Доренко, тоже там. У Доренко, извиняюсь, Дудь он, да, Дудь он сделал свое дело, и молодец. вот, вот, таких вот, Дудей, Дудей пока, не обязательно в жанре интервью, но и в какой-то другой, там, скажем, ипостаси, медийной, пока у нас не наблюдается. Давайте. Ну, это вот, может быть, и даже не стоит, потому что, люди будут расстраиваться, переживать. А причина, почему не наблюдается? Какой? А? Почему не наблюдается? Талантов мало? Или среда не позволяет? Я думаю, что среда, формирующая во многих наших коллегах, в том числе и молодых, очень высокую самоцензуру. Самоцензуру, касающуюся не только самой фактуры, которую можно излагать, какую нельзя, а самоцензура, касающаяся в том числе и экспериментов с формами подачи, передачи информации, контента, с какими-то приемами, которые можно было бы использовать для привлечения дополнительных интересов. Вот, почему это происходит? Ну, наверное, вот от того же, от недостаточно высокой пока конкурентной составляющей на медиа рынке. где начинается конкуренция, очень высокая конкуренция, там начинается, конечно, лихорадочный поиск тех самых новых, нестандартных. И вот в процессе вот этой конкурентной борьбы потихонечку люди и раскрепощаются. А что нужно сделать? Здесь нет ярко выраженных стимулов для раскрепощения. А чего это раскрепощается? Наверное, вот есть такие вещи, которые волнами приходят и волнами уходят. Вот как журналистика расцветала в 90-е годы, и вот вы правильно назвали какую-то там дату, там, 2005 или год, с этого времени как-то вот все немножко уже не то, и труба пониже, и дым пожиже. И, наверное, через какое-то время опять нас ждет рассвет искусств, в том числе и медиа искусств. И вот сейчас, вот, говоря о медиа, медиа – это ведь страшная сила. И недаром называют ее даже четвертой властью. И есть такое даже постмодернистское утверждение, что факта как такового нет, если его не осветила медиа. В руках медиа появляется колоссальная власть и на формирование общественного мнения. Вот должны ли чувствовать работники медиа какую-то ответственность? Вот вы говорили, самоцензура у молодых, может быть, и даже у зубров сейчас присутствует. они должны ли чувствовать ответственность за то, что они, по сути дела, создают информационный фон, который так сильно влияет на общество? Вот такой вопрос был. Я думаю, должны. Конечно, должны. Как в любой профессии. Чтобы ты там не делал в силу своих профессиональных навыков, ты несешь ответственность за результат. Если ты делаешь очки без вот этой штуки для носа, как я их буду носить-то? Монокль. Мне надо разломать их тогда, чтобы как-то в глаза-то вставить, но ты несешь ответственность, что ты сделал брак. В данном случае качественный контент, качественный, это имеется в виду, соответствующий действительности, выданный в соответствии с некоторыми нормами языка, соответствующий ожиданием целевой аудитории, в том числе, никуда не деться, от нее зависимость тоже не исчезает, более того, наусиливается с годами. Ответственность за последствия, как люди это воспримут и не вызовет ли это хаос со знаком плюс или минус, другой вопрос, но определенное брожение, скажем, дальнейшее. Конечно, надо осознавать. И, кстати, это в том числе отчасти и моя позиция по поводу того, что все время государство пытается на себя эту ответственность сделать. Но оно почему-то пытается за журналистское сообщество, за сообщество производителей и распространителей контента законодательными мерами отрегулировать то, что, как кажется, не соответствующее. новшествах с фейками? Да, о чем угодно. Но просто тут само сообщество должно это осознавать и быть ответственным за конечные результаты продукта. И конкурентная среда этому только может способствовать. Потому что, когда ты вне конкурентной, конкурентная среда позволяет, если ты злоупотребляешь качеством передаваемого контента, тебе рано или поздно отвернутся. Если есть куда отвернуться. Если нет, тогда ты это делаешь бесконечно. И никакие законы тут не помогут. Ну и второе, это, конечно, держатели платформ. То есть, чисто технологические решения по пресечению распространения того или иного, ну скажем, опасного для общественной безопасности контента, они должны все-таки тоже нести за это ответственность. И в меньшей степени государство. Это моя точка. Леонид Григорьевич, вот вы сказали про 2005 год, 2008-2005 год, когда был последний всплеск на медийном пространстве, интерес, по вашим, и объяснили причины, по которым этот всплеск схлынул, и сейчас достаточно грустная ситуация. По вашим прогнозам, по вашим ощущениям, когда она может ждать следующий всплеск? В каких годах? Когда появится медиа-конкуренция в этом поле? Когда появятся новые СМИ, новые лица? Это будет более интересно. Я понимаю, что в этом вопросе есть подковерные. Ну, по ощущениям ваши? Вы про медиарынок республики? Медиарынок республики. И в целом? Я думаю, он немножко совпадает у них там тенденция. тенденция-то, да, все равно будет общая. По вашим ощущениям? Ну, я думаю, в ближайшие 4-5 лет. То есть, ваши, кто сейчас приходит сюда учиться, они попадут на самую волну? Вот эти ребята в том числе разогреют ситуацию. В хорошем смысле. Вот. Они уже другие, они приходят, они приходят с очень неплохими все-таки знаниями, они приходят с очень неплохими амбициями, да, говорят, у них очень завышенная самооценка, она должна быть занижена, что ли? Вы сами такого на работу не возьмете, и вам самим такой будет неинтересен. Да, с очень высокой, иногда, явно завышенной самооценкой, но они приходят с целью в этот рынок привнести, в медийный рынок привнести свои формы и свои технологии передачи и распространения контента. И внешние события, которые происходят, они в том числе показывают примеры того, мы с вами вспоминали некоторые страны, там, некоторые фамилии, что это вполне сегодня работающие, вполне интересные, вполне адекватно воспринимаемые обществом механизмы, технологии, и они вот-вот они на подходе, только у нас их 1300 человек. Представляете, здесь еще сложить возможности нескольких московских журфаков, то это уже достаточная среда для того, чтобы существенно приблизить обновление видео ландшафта. Какой конкурс на журфак последнего, за эти три года, как он менялся? Какой, сколько желающих сюда прийти? Значит, мы переживали очень, что отсутствие бюджетных мест на бакалавриат в минувшем году, на бакалавриат дневной, снизит число желающих поступать, то есть, конкурсная масса станет меньше. Ничего подобного, то есть, мы даже приняли больше, чем планировали людей, при этом не уронив существенно средний балл, то есть, это же тоже задача все-таки качественных людей отобрать, то есть, было из кого выбирать, было достаточное количество тех, кто хотел и не смог, сегодня скорее, если тормозит приток, то есть, видно, что это уже не наличие или отсутствие бюджетных мест, а это скорее ценовая ситуация, то есть, не все, к сожалению, могут, хотя в Казани значительно дешевле в Казанском федеральном университете журналистское, вообще медиаобразовании, чем, скажем, у наших коллег в Москве, но есть такая проблема, поэтому еще часть желающих поступает очень активно у нас на заочное обучение в два раза дешевле, но пока я не вижу там заметного спада желающих, спада интереса, падение качества, более того, первый курс очень интересный пришел, какие очень содержательные, и вот вам залог изменений хороших, положительных. И подытоживая нашу беседу, все-таки хочу сказать, что будет праздник, и каждый будет рад, через 4 года здесь будет медиасад. На этой оптимистичной ноте позвольте завершить нашу столь увлекательную беседу и поблагодарить нашего уважаемого гостя, директора высшей школы журналистики и медиакоммуникации КПУ Леонида Григорьевича Толчинского. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова